Продолжение следует... На этой моде неплохо зарабатывают некоторые производители. Они вводят потребителей в заблуждение о свойствах товара. Сегодня мы разберемся, какие продукты на самом деле являются лишь псевдополезными. К нам в редакцию обратился телезритель. Он занимается спортом и следит за питанием. У меня очень насыщенный ритм жизни. Я часто использую батончики для перекуса. Хочу понять, какой из них хороший, от какого стоит отказаться. Фёдор предоставил нам три батончика, которые покупает чаще всего. Отдадим их на экспертизу. О результатах чуть позже. Считается, что протеиновые батончики повышают выносливость, восполняют энергию и компенсируют дефицит белка. Но частое употребление продукта приводит к набору веса. Негативно влияет на сердце и процессы метаболизма. В некачественном товаре вам и вовсе могут попасться вредные ингредиенты. Это глютен, это излишнее количество сахара, это трансжиры, это пальмовое масло. И те химические дополнительные позиции, Е к позиции, которые могут вызвать как минимум аллергическую реакцию. Согласно последним исследованиям, лишь 17% россиян питаются, чем придётся. Остальные, видимо, следят за своим рационом. Но большинство признаётся, на их столах часто появляется традиционная русская еда. Мясо, макароны и пельмени. И лишь иногда салаты. Тем не менее, на прилавках магазинов немало продуктов, которые считаются полезными. В том числе и батончики. Узнаем, насколько качественные те, которые попросил проверить телезритель. Оказалось, один из образцов с нарушениями. При проведении экспертизы батончика неглазированного манго-банан торговой марки Бамбар было установлено его несоответствие по содержанию белка. Таким образом, содержание белка составило 30,3 грамм на 100 грамм. При заявленном производителем содержание 33,3 грамм на 100 грамм. Таким образом, содержание белка ниже, чем производитель заявил на своей маркировке. То есть, описание товара не соответствует тому, что внутри. Как это объяснит изготовитель, компания «Фитнес Фуд»? Обязательно спросим. А пока пойдем в магазин «Файф Эл Би». Именно здесь телезритель приобрел товар. Вот, друзья, эти батончики. Бомб-бар с такими спелыми манго на этикетке. И почему-то, кстати, они уже на прилавке лежат вот такие пометы. Их здесь несколько видов. Значит, манго, кокос, шоколад, какой-то орехи, значит, еще орехи. Много видов. Такая популярная марка стоит 90 рублей. Здравствуйте. Москва-24, программа «Городской стандарт». Меня зовут Валерия Наянова. Пришли мы вот к вам по какому поводу. Расскажем продавцу о результатах экспертизы на батончик торговой марки «Бомб-бар». Белка меньше, чем заявлено. Вот видите, величина допустимого уровня, сколько должно быть и сколько на этикетке, и сколько на самом деле. Это экспертиза от Роспотребнадзора. То есть это официальный орган. Батончики были вот такие. Давно ли торгуете такими батончиками? Как на них жалуются, хвалят? Покупают обычно. Покупают. А они вообще в рынке, допустим, батончиков сейчас много. Я смотрю, по 160 рублей. Вот они стоят 90. То есть это средний сегмент считается? Или это дешевые, дорогие? Ну, из протеинов батончиков дешевые. Дешевые считаются эти батончики. Может быть, в этом и проблема, собственно, в этом и причина. Почему здесь не доложили белка? Потому что их покупают именно, как я понимаю, как протеиновые батончики, чтобы получить дозу белка. Протеин, да. Вы сами ели такой? Ну, пробовал, да. На тебе нравилось? Но они не заходят. Не заходят. А почему? Немного слабительный эффект у них. Да? Даже есть. Это наоборот тем, кто похудеть хочет. Ну, да. В принципе, их много покупают. Отзывы хорошие. В основном это девчонки покупают. Девушки любят. По вкусу может им нравиться. Мы тоже решили проверить отзывы на этот товар. 24 грамма углеводов, как и у всех, вызывает тяжесть в желудке. Невкусный. По консистенции напоминает плотную нугу ярко-желтого цвета. Немного липнет к рукам и упаковке. Вначале ощущается химический привкус манго, но через секунду он улетучивается. В итоге жуете абсолютно безвкусную массу. Очень удивил меня вкус батончика. Вкусный. Даже на протеиновый батончик не очень похож. Структура батончика однородная, что удивило без всяких вкраплений. Отзывы противоречивые, но образец телезрителя точно оказался некачественным. Это подтвердили специалисты лаборатории. В общем, что я хотела сейчас узнать. Сколько у вас их на остатке? И готовы ли вы тогда до выяснения обстоятельств ознакомить руководство с этой бумагой? Давайте я вам сейчас ознакомлюсь. Продавец решил сразу позвонить руководству. Вот хотелось бы узнать, как давно вы торгуете этими батончиками? Жаловались ли на них? Как вообще оцениваете этот продукт? Батончикам в Бомбар только положительные отзывы. Соответственно, покупаемость их очень высокая. И все сертификаты непосредственно производитель нам предоставил. Также мы можем их предоставить и вам. Да, с удовольствием посмотрим. Скажите, готовы ли вы их убрать с прилавка, вот именно манговые батончики, до выяснения обстоятельств, до разбирательства с этой ситуацией? Потому что экспертиза... Хорошо. Да, уберете. Пока снимают товар с продажи, узнаем, стоит ли полагаться на так называемый суперфуд, если хочешь подержать свое тело в форме. К этой категории относится еда, которую многие считают полезной. Батончики, различные мюсли, различные гранулы, еще все, что связано с клетчаткой, под названием злаковые. То есть слово «злаки», как таковые, они точно так же внесены именно в полезные продукты. Хотя человек не понимает, на самом деле, из чего они состоят, на что они влияют и к чему приводит переизбыток их употребления. В этих продуктах очень часто превышена норма углеводов, либо жиров, и на этом основано их негативное последствие применения в рационе человека. В лучшем случае вы наберете лишние килограммы, в худшем заработаете проблемы со здоровьем. Эксперт уверен, лишь небольшое количество этих товаров можно назвать действительно полезными. Если человек составляет свой рацион только из батончиков, гранулы, мюсли, только из спортивного питания, это неправильно. Это не соответствует принципам сбалансированного разнообразного питания. Если же вы все-таки решили купить суперфуд, то внимательно отнеситесь к выбору. Специалисты советуют изучить состав. В нем не должно быть глюкозно-фруктозного сиропа, соевого протеина, пальмового масла, искусственного подсластителя. Эти ингредиенты могут вызвать проблемы с пищеварением и спровоцировать аллергическую реакцию. Вернемся в магазин 5LB, где телезритель купил батончик торговой марки BombBar. Сомнительный товар с прилавка убрали, а мы решили осмотреться. Смотрите, вроде бы все это сухие какие-то смеси, витамины, и вроде бы легко это все хранить. А нет, не выше 20 градусов. Комнатная температура прохладная должна быть. Сколько здесь? Давайте измерим. 26, стабильно. Вот эта полка 26 градусов, это на 1 градус выше нормы. То есть 25, чтобы вы понимали, это предел. 27,9, да ладно. Протеин-крем 15, 22 градуса. У вас здесь 27 градусов на полке, на 5 градусов выше нормы. У вас очень тепло. Наверное, нужно чаще включать кондиционер, потому что, видите, продуктам здесь тепло. Они хранятся здесь не по норме. Имейте это в виду, лайфхак, когда будете покупать спортивное питание в магазинах. Обращайте внимание, может быть, сыпучим не так это страшно, а вот таким кремам, протеиновым, такой вот еде, это, конечно, опасно. Опасно, что она хранится в 27 градусах. В самом магазине тоже находим термометр. На нем цифры еще выше. 30 градусов плюс. 30 градусов, даже 30 с половиной. Снова звоним руководителю и рассказываем о нарушении. Он обещает проблему решить. А мы пишем производителю батончика. Это компания «Фитнес Фуд». С просьбой прокомментировать результаты экспертизы. Напомню, специалисты обнаружили, что белка в их продукции меньше, чем заявлено. Что нам ответят, расскажем позже. Производители нередко играют на желании покупателей быть стройными и здоровыми. В последнее время это действительно тренд, а значит, на нем можно заработать. Продукты с пометками «лайт» или «диетический» сметаются с прилавков. Но смысла в этом немного. Часто это только уловка, чтобы поднять цену. Фигура от таких приобретений точно не выиграет. Яркий пример тому майонез с приставкой «лайт». Берется одна часть классического майонеза и четыре части воды. Это все перемешивается большими промышленными миксерами и подается нам в виде майонеза. Следовательно, если подумать, данный легкий майонез должен стоить в четыре раза меньше, чем классический. Ведь здесь же больше воды. Но однако же цена и вот такая. Поэтому получается, что когда мы покупаем еще легкий майонез, мы просто переплачиваем за воду. Для производства легких сырков, кефиров и других молочных продуктов используется обезжиренное молоко. А для улучшения вкуса применяются различные химические добавки. Это, по сути, те же углеводы, которые затем превращаются в жир в ваших боках. Помимо легких продуктов популярностью пользуются и те, что считаются полезными. Их список постоянно растет. Соки, йогурты, мюсли, хлебцы. Можно продолжать долго. Однако все это лишь хорошо разрекламированные товары. Специалисты называют их псевдополезными. На самом деле, похудеть с их помощью не получится. К нам в программу поступало немало жалоб на такую продукцию. Например, на соки. Недавно в магазине Билла купила мультифруктовый нектар «Клевер». Когда мы с ребенком его попробовали, то почувствовали какой-то необычный привкус. Эксперты подтвердили, сок некачественный. Запах и вкус слабо выраженный. Имеется синтетический привкус. Моя коллега Валерия Пономарева сообщила об этом сотрудникам Биллы, где продавался напиток. Мы сейчас снимаем данный товар с реализации. Ставим в известность нашего руководства. Продажу больше товара выстроили не будет. А вот производитель сока заявил, что жалоба ничем не обоснована. И не согласился с результатами исследования. Это миф, что соки полезны, считают некоторые диетологи. В таких напитках полно сахара. К тому же он быстрее усваивается организмом. Поэтому напиток мало чем отличается от обычной газированной воды. Существует несколько категорий сока. Соком называется именно сок, который либо восстановлен из концентрата. То есть, когда выжали сок, его, соответственно, немножко выпарили. Для того, чтобы уменьшить объем и тем самым удешевить логистику. Либо же, так называемые соки прямого отжима. Это то, что берется, допустим, если мы говорим про яблочный сок, собирается яблоки, сразу выжимаются, пастеризуются. Еще одна категория – это нектары. Как правило, их основа – овощи и фрукты, из которых в чистом виде сок получить невозможно. А в сокосодержащих напитках их и вовсе не больше 20%. Все остальное – это ароматизаторы, вода, лимонная кислота. Другой продукт, который советуют употреблять всем, кто следит за фигурой – вода. Ее нужно выпивать не менее двух литров в сутки. Некоторые изготовители создают товар специально для активных покупателей, обогащенный кислородом. На него-то нам и поступила жалоба. Я, как положено вокалисту, который всегда бегает по сцене, должен бегать и вне сцены. Я занимаюсь много спортом. И, конечно же, нужно компенсировать силы, потраченные на спорт, лучше всего водой. Телезритель пил несколько месяцев сенежскую, как значилось на упаковке, обогащенную кислородом. По словам производителя, она замедляет процессы старения, улучшает работоспособность, повышает спортивные результаты. Но… Ничего не изменилось. Усталость от моих спортивных занятий все та же. Она есть. Вода, функцию, которую она рекламирует, в себе не выполнила. Эксперты изучили эту воду, сделали замеры и пришли к неожиданным выводам. Насыщение ботилированной воды кислородом – это всего лишь миф и маркетинговый ход. По той простой причине, что кислород достаточно быстро улетучивается из воды. Мы рассказали сотрудникам магазина, где торгуют водой, о результатах исследования. Вратились потребители с вопросом. Написано, обогащенное кислородом. Так ли это и что вообще это значит? Провели экспертизу. Оказалось, что, ну, по сути, это ничего не значит, потому что производитель заявляет, что здесь минимум 40 миллиграммов на литр. Как показала экспертиза, вот здесь намного меньше. То есть, ну, по сути, это просто пшик. Хотелось бы убедиться, во-первых, что эта вода не подделка, что это именно от этого производителя. Во-вторых, хотели спросить вас, вообще вы как оцениваете такую ситуацию, что, по сути, это на вашей полке, получается, товар, производитель которого обманывает потребителя, в том числе и вашего теперь. Ну, претензию к производителю-то мы точно после вашей передачи выдвинем. Не хотели бы вы сейчас эту воду просто до всех разбирательств снять с продажи? Ну, пожалуйста, сейчас снимем. Также мы связались с изготовителем и получили ответ, мол, они и не утверждали, что вода обогащена кислородом. Информация, заявленная на этикетке, относится непосредственно к действию кислорода на организм. На этикетке заявлено, кислород способствует, а не кислород лечит. Несмотря на многообразие брендов воды, ее видов не так уж много. Чтобы выбрать подходящую, нужно научиться читать этикетку. Вот в этих всех бутылках, в заключении вот это, это питьевая, столовая, минеральная вода. В питьевой воде около 50 видов микро- и макроэлементов. Но самыми важными, определяющими ее вкус и пользу, считаются кальций, магний, калий, фтор и йод. Информацию об их количестве производитель обычно выносит на этикетку. Если общее содержание минералов в литре воды менее одного грамма, это питьевая столовая вода. Именно ее и советуют употреблять специалисты на ежедневной основе. Поэтому перед покупкой ищите на упаковке такую формулировку – питьевая, столовая вода высшей категории. Но ассортимент воды на прилавках постоянно растет. И чтобы выделить свой продукт на магазинной полке, производитель прибегает к хитростям. Он же хочет нам как можно больше продать разных красивых бутылочек. А нам нужно с вами выбрать то, что нам полезно. Не стесняйтесь читать, смотреть, что написано на этикетке. Маркетологи же, в свою очередь, уверяют – не стоит доверять всем товарам с громкими лозунгами. Это может оказаться просто уловкой производителей. Те продукты, которые помогают быстрее избавиться от лишнего веса, они сейчас, скажем так, в тренде. Поэтому недобросовестные производители могут на этом играть. Достаточно сказать просто – вы похудеете за 10 дней с нашим продуктом. Соответственно, человек на ментальном уровне принимает это решение и делает быструю покупку для того, чтобы похудеть. По факту вы просто переплатите за красивое обещание стройной фигуры. Но на самом деле эффекта может и не быть. Вернемся к нашему расследованию. Напомним, телезритель попросил проверить нас три протеиновых батончика, которые он покупает чаще всего. Оказалось, один из них с нарушениями. Это продукт торговой марки «Бомб-бар». Эксперты установили, что информация на этикетке не соответствует действительности. Белка меньше, чем заявил производитель. Как он это объяснит? Хочу обратить внимание, что несоответствие – это погрешность. Слово «погрешность» можно трактовать ее как угодно. Если мы будем говорить о той погрешности, которая в представленных вами исследованиях есть, то она категорически мала. Она в районе статистической даже погрешности. Нельзя сказать, что количество белка как-то очень занижено. То есть производитель не видит в несоответствии маркировке ничего плохого. Рекомендуем учитывать при покупке батончика в торговой марке «Бомб-бар» то, что информация на упаковке может не соответствовать реальности. Некоторые на пути к идеальной фигуре не ограничиваются лишь правильным питанием. В интернете есть сотни видео, где девушки рассказывают о своем неудачном опыте похудения. Например, Кристина голодовками довела себя до веса 37 килограммов, а затем резко начала толстеть. Виной всему пищевое расстройство. Я поправилась очень сильно. Ну как очень сильно? Начала прям набирать, набирать, набирать и не сбрасывать. И я поправилась с того момента, вот за эти два года, приблизительно на 16 килограмм. И эта пользовательница тоже делится опытом неудачной диеты. Я начала снова поправляться. У меня снова вернулись мои аллергические реакции. Начали там краснеть руки, краснеть щеки, кожа начала портиться. И я вообще не могла в ум взять, что происходит. Не стоит садиться на диету без рекомендации врача. Если жесткую диету для себя разработал сам человек и пытается придерживаться, доказав себе, что это единственно правильная диета, то он, может быть, просто не прав. Потому что низкокалорийная диета может привести к нарушению перистальтики кишечника, к обострению каких-то хронических заболеваний. Более того, если человек сам себя еще и не обследовал, и не обследовали его врачи, то в этом случае любая жесткая диета может принести непоправимый вред, как минимум приводит к обострению тех заболеваний, о которых человек может даже и не предположить. Помимо якобы полезных напитков и продуктов, некоторые сбрасывают лишние килограммы с помощью пищевых добавок. Например, таких как БЦА или Л-карнитин. Лучше ими не злоупотреблять, говорит диетолог. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Избыточное количество Л-карнитина может нанести непоправимые вреды, привести к избыточной энергетической активности сердечной мышцы, как минимум учащенному сердцебиению. А учащенное сердцебиение начинает разрушать мышечное волокно. Врачи настаивают. Все эксперименты над телом должны происходить под контролем специалиста. Подведем итог. Из-за моды на правильное питание производители нередко идут на хитрости. Они уверяют, что их продукция поможет похудеть, насытит организм питательными веществами, либо избавит от усталости. Но зачастую это лишь маркетинговые уловки. К примеру, польза от йогуртов, смузи, мюсли, обезжиренных и диетических продуктов преувеличена, считают эксперты. Вреда от них не будет, но ждать волшебного эффекта тоже не стоит. Будьте внимательны. Перед покупкой изучайте состав товара и не верьте всем ярким обещаниям на этикетке. Чем нас кормят на самом деле? Еще больше расследований смотрите в следующих выпусках программы «Городской стандарт». Продолжение следует...